здравствуйте дорогие друзья мои уважаемые зрители рада всех приветствовать на нашем канале на канале венеции только что я приехала автобусом номер два видите там дали стоит автобус но автобус номер два и вот это была первая вот так вот первый сюжет это было с автобуса по левую сторону вся лагуна вас перед глазами вот так хорошо съеда было луну луна или солнышко скажите мне сейчас три часа дня больше да у меня сегодня экскурсия по вечерней венеции то и я думаю пока еще не встретила пока еще не доехала до центра где у нас встреча пока и не встретила своих туристов гостей гостей нашего города да вот думаю сниму для вас немножечко видео посмотрим сегодня на вечернюю елку лагуна как вы заметили такая голубая голубая сегодня а сегодня даже хочу сказать когда сегодня тридцатые декабря две тысячи двадцать третьего года варда гиджа стена видели тэн фокон это пожарники пожарная парка жарная обычно мы встречаемся если это туристы приехали откуда и то и не живут не остановились гостиницы венеции а у мастры то мы встречаемся на пиаце рома вот именно здесь а если туристы заказывают себе гостиницу венеции то мы встречаемся в основном возле понта де реальто куда мы с вами сейчас предновогодняя венеция такое движение как вы видите несмотря на то что она не солнечная врачная влажная холодная ну холодная нету конечно мороза нету снега нету мороза но все равно она у нас такая вот коварная бы так сказала его такое слово подобрала потому что вроде бы как и не холодно человек одевается но на гуляя здесь на дышать вот этой дышишь вот этой влажности постоянной потом когда еще на говоришься так как некоторые именно я то потом конечно чувствуешь день-два надо восстанавливать так что все-таки одевайтесь тепло вот смотрите на венециансы как обуты вот там мех пальто шуба может быть а на ногах у них вот тут ли я тоже не понимаю как им никогда не холодно вот погружает мужчину карусине мама моя кстати тоже раньше было вот так сейчас она молодец и заходит бегает с возиком впереди ну вот обратите внимание на этих венециансы посмотрели до от стилет не так давно был только этот мост ну и тоже который мы прошли вот там дали а это относительно новый стеклянный мост я его не люблю и многие милиционцы в основном никто их не любит его не любит он неудобный он стеклянный он когда влажность можно поскользнуться неудобный честно говоря я хочу вам сказать я вышла сегодня просто набросила на свое белое искусственное пальто или шубы лимон то она не достигивается как его называть не знаю вот набросила свою лесу натуральные и выхожу возле понтериальта сразу возле максико и максмара напротив а там протестом все стоят и орут вергоня как не стыдно максико как не стыдно максмаре что они вот шьют вещи использовать натуральный мех и вот меня увидели что я в натуральном сразу же дали мне а замечание то есть тоже за животных но так как-то неприятно сразу вот вышло думаю можно какой-то такой осадок сразу же кстати да вот я сюда и буду сейчас эти тут тоже ресторан чтобы знали вот этот ресторан где находится его тут водила неоднократно вот первое казино вот тут же там глазок первое казино которое было еще запрещено и немножко и публичный дом скажем так потому что женщины там были для комп компания для мужчин чтобы поразвлекаться по отдыхать потом уже все это узаконили вот одно из первых было именно здесь вот познаватели знак пинка недалеко он виктория секрет а мы сейчас зайдем в эту галерею что чем италии говорят на туннеле галереи чертнельчики в основном знает местные сейчас мы пройдемся тут есть грузинская церковь куатриальто и от центра если грузинская церковь чтобы себе знали с такими сумками венеции обязательно обзавестись надо если вы живете венеции значит не только грузинская церковь здесь и армянский остром кого-то только не было вам всегда говорила что венеция это сборная это не итальянцы это венецианцы венецианцы в разные крови намешанные потому что все спешили сюда чтобы делать свой бизнес маур например живет в доме который когда-то построили албанцы потому что там была албанская фабрика текстильная кстати носочки выпускали бы им пахнет основном здесь рыбные рестораны отца венеции можно если быть невнимателем а если смотреть на знаки вот person марка это дорога на сан марка и так будет реальто это конториальто вот нам до ориентироваться он всегда на сан марка на понтриальто когда вы хотите выйти из венеции надо куда пьяцели рома санта лучи до сначала стационар это же дорога санта лучи а там уже через стеклянный мост и пяти рома и белок я росой и каста инсем ордината но но смотрите у маура этот комплект стоит 400 евро а вот даже на мурана когда мы едем мурана фабрики и фабрики продают свою продукцию вот меня клиенты приехали из испании и говорят же она это нормально 750 поехали без меня потому что в ряд нас гостиницы бесплатно везут вы конечно бесплатно там же все включено в это такси водное я говорю звоню маура ними сбрасывает комплекта 750 я сбрасываю маур он говорит ну я дам им там за 350 или 4 тут комплект был похожего так графе нет там 250 300 евро разницы они говорит нам неудобно мы покупаем здесь покупать и зачем спрашиваете но вот такие типа графины и 6 бокала понятно да а маура признает только мура но у него подделок нету он коренной венецианец они такие этих коренные венецианцы своеобразные его обижает даже если кто-то что-то тут поддает продает какую-то поделку как это можно понимаете да на фабрике в этого балерин балерина до фамилии так фамилия у них так называется да вот мы с вами вместе были маура мне брал с собой и он заказывал как раз вот эти вазы потому что они не очень хорошо продаются всегда вот именно вот такие видите рассветки я вам их показывала это недавно видео делала из фабрики легкие легкие такое впечатление что он тяжелый но этот легче тех которые были самые популярные которые тоже есть у меня это очень легкие но и хрупкие так думаю вот так мигает потому что на свет такой вот так мигает у них так хочу показать те бокалы которые больше всего пользуются спросом да вот такая форма разные цвета но такая форма эти более тяжелые дешевле говорим а вставали снимай меня без ног потому что получается ноги худые а тут такая бояриня бары я сижу девочки мои мальчики дорогие для поднятия настроения выпьем просека на улице прохладно я не хотела холодные очень все-таки холодные просила дать эту раннюю температуру но просто копьют только холодным я буду потихонечку маленькими глоточками окей будьте здоровы счастья любви и мира нам всем кстати только что встретилась алексеем я взяла браслетики отнесла мауру магазин у мужские браслетки потому что сейчас покупает зимой вашего мужские браслетки и думаю хочу алексея ястреба вода с утра увидела что у него сегодня экскурсия и думаю мы но у него с утра у меня после обеда думаю но может быть где-то встретимся и я в магазине и он заходит к нам магазин алексей ура ты выбирай браслетом говорит давай выбирай какой хочешь только не черный 18 лет служил церкви был по помощи мне надоел так это черный цвет а он кибочки такой яркой в клетку такая красная синим тоже тот магазин который вам показывала снимала ты же любишь кепки я посмотрел типа это же купил себе кепочку на 110 евро эту кепку продали и венецианцы отшивают я вам делала как-то видео недавно месяц полтора два назад с этого магазина возле реальта шар бордо на нем и очень красивые модные кипки да вот но сумочка конечно ну и витон у нас на столько училил и витон и вот я говорю суши лексей давай мы сделали совместное видео для инстаграм и он уже пошел с моим браслетиком друзья такие красивые я просто опешила честно говоря и боюсь заходить и спрашивать цену но очки супер померила очки мне понравились тем которые две тысячи стоит почти я выбрала мы нашли такие похожие он не дал за тысячу говорит я сделаю тебе скидку 200 евро там 700 чем-то не выйдут они почти тысячу стоит красивая не 12 партий . они мне летают по всей машине царапаются убиваются футляр носить собой это большой вот так много места занимает вот так что конечно же такие цены очки себе покупать не буду красиво да напоминаю что двуметровый двухметровые здесь манекены макс мари и на людях очень тяжело чтоб также висели сидели эти брюки таки мы с вами выходим куда мы выходим с вами а вот и цветок цветок как делает юля мы никак не можем определиться с юркой какой цветок какой пион она должна мне сделать домой говорю давай приедешь посмотришь и тогда определимся смотрите юбка какая цветок я хочу пион однозначно я хочу чтобы он был на ножке и чтоб можно было снимать с ножки и цеплять на стену вот хочу так два в одном юля говорит что она делает юля свитерба я вам делала видео вы уже с юлькой знакомы хорошие эти балеринки правда уже хороши у меня маскина альберто форетти сетки очень актуальные все склады упадали тоже в сеточках у меня девочки тоже заказывали и вот мы выходим на центральную площадь кушке конечно была сегодня здесь но виду уже вас на и потому что я хотела чтобы именно так темно уже было посидела пока в мауру чтобы темно темно было да чтобы красиво видно было эту подсветку пройдем сейчас проведу вас по этой галереи здесь везде мурановские люстры это просто на время праздников кстати у нас мастер уже разобрали площадь там где были вот эти водички и елочки и чему-то все убрали и радостью убрали что ты емстит парик неба как низко сурвальщина красивее конечно когда проедете и сами пройдетесь это все вы видите просто вот цветная синие а потом синие красные зеленые или по итальянский флаг задумка была такая тоже тоже женщина остановилась велись и делись и ну вот хочу вам показать красоту хочу-почу Вы знаете, очень атмосферно сейчас вечером на площади Сан-Марка. Я вам говорила, что веченцы, веченцы. Мы с вами были веченцы несколько раз, у них где-то, наверное, раза четыре меньше площадь, но они сделали так вот, как бы повторить, они хотели повторить, сделать как Венеции, да, такую венецианскую. Перехватили идею и сделали себе как бы маленькую Венецию, но всё равно веченца это веченца. И не надо, в другой Венеции не может быть, это однозначно. Там тоже есть две колонны, тоже вот так вот по кругу сделаны здания. И веченца очень прекрасна, город Андреа Палладио. Но веченца это по-своему прекрасна, а Венеция такая она мне вечером загадочная, мистическая, да. Такая непредсказуемая даже, прекрасно по-своему. Вот она, красавица. В вечерних огнях, конечно же, красавица. Такие люди сидят на этом мраморе. Вот тут доска сверху есть, да? Нет, 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 мрамор, чистый мрамор. Холодно же. Ну, людей согревает тепло, согревает то, что они в Венеции. Так, своё задание ёлочку вам показала, задание выполнила. И уже наговорилась, находилась. И пора домой, мои дорогие, любимые. Подписчики, друзья, ценители. Смеюсь, конечно, моего таланта. Смеюсь, конечно, моего таланта.